Второй год неравнодушные воронежцы активно поддерживают благотворительный проект «Вслух» для детей с ментальными нарушениями. Это уникальная программа реабилитации и социализации детей в обществе с помощью театра. Дети принимают участие в специальных интерактивных театральных постановках, основанных на реальных ситуациях, помогающих решать различные бытовые задачи и рассчитанных на разную возрастную категорию. Меня зовут Наталья Сельковская, я представляю автономную некоммерческую организацию «Воронежский детский театр». И также наш благотворительный проект, который называется «Театральный инклюзивный проект «Вслух» для детей с ментальными нарушениями». В частности, для детей с аутизмом, с расстройством аутистического спектра. Ни для кого не секрет, что у таких детей страдает прежде всего бытовая ориентировка. Каким образом наш проект сможет помочь им. Дети будут приходить к нам в наш театр, участвовать, смотреть наши спектакли, участвовать в них. И все эти спектакли адаптированы полностью под их восприятие. В них будет сделано все, чтобы дети смогли научиться самостоятельно чистить зубы, самостоятельно одеваться, самостоятельно выполнять какие-то элементарные действия без помощи окружающих, чтобы они умели пользоваться бытовыми приборами и обращаться с ними, чтобы они могли вести себя правильно в общественных местах. И это очень важно, особенно для самих детей, безусловно, и для их родителей. В Воронеже сейчас официально зарегистрировано более 500 детей с расстройством аутистического спектра. В столице Черноземья организатором акции стала автономная некоммерческая организация «Воронежский детский театр». Театральный инклюзивный проект, который будет помогать детям аутистам социализироваться в обществе. Среди участников, скажем так, и в соцсетях, и по знакомым, и везде, кто хотел, кто были желающие откликнуться. Есть партнеры, кто не безразличен к этому. Очень мало хороших проектов в городе, которые действительно стоит поддерживать. И проекты «В помощь детям» я всегда с удовольствием поддерживаю и всячески стараюсь им помочь. Чтобы привлечь внимание к своему социально значимому проекту, его участники проехали по центральным улицам столицы Черноземья с флагами, а затем по Московскому проспекту улицы Ломоносова и основную презентацию сделали в Центральном парке культуры и отдыха. Все желающие поддержать благотворительный проект вслух могут это сделать, не выходя из дома, посетив официальный сайт Воронежского детского театра и перечислив любую доступную сумму средств на те акции, которые вам понравятся больше всего.